Наше радио представляет Ария. 25 лет Вся история легендарной группы Год 1985 Валерий Кипелов Владимир Холстинин Как появилось название Ария? В эпоху тотальной цензуры и застоя группа не могла назваться так, как ей бы захотелось а тем более металлическая команда то есть нам надо было придумать название которое отражало нашу мужественность нашу музыку суровую но это было невозможно потому что в то время разрешалось в качестве названия брать все спортивные символы военно-патриотические что-нибудь из романтики, в крайнем случае из истории все это слабо увязывалось с нашей музыкой поэтому мы решили пойти от противного и взяли название, которое абсолютно не подходит для нашей музыки и первые несколько лет все спрашивали, ну как вы называетесь? мы говорим, Ария, Ария, а почему Ария? и вот это вот, а почему Ария? меня преследовало года три, наверное почему Ария? а почему бы и нет? музыкальное название а нашел я его очень просто я взял, открыл словарь иностранных слов толстый такой и читал его три дня с карандашом как человек педантичный я решил, что надо весь прочитать словарь хотя Ария была на первой странице и понравилось мне сразу и скандируется хорошо там и пишется латинскими буквами очень легко и на первую букву алфавита что тоже немаловажно как лодку назовешь, ведь так она и поплывет и вот плывет она и не говорит, да? аж страшно даже становится ну дочитал я до конца эту толстую книжку у меня там было несколько вариантов принес название Ария всем понравилось кроме нашего тогдашнего продюсера Эйкштейна но у него просто была своя версия он хотел какое-то пафосное название и он, насколько мне память не изменяет он придумал название Вулкан и даже нас уговаривал что надо, значит, там шоу под это дело делать что это будет Вулкан стоять на сцене будет дымовая машина даже он к этому времени, по-моему, что-то пытался песню сочинить под названием Вулкан очень хотелось Вулкан но мы, конечно, обалдели от названия что-то напоминало какой-нибудь пылесос потом фильм еще был замечательный там, мы с Вулканом а в фильме Вулканом была маленькая собачка собачка, да маленькая гвардежка Володя сделал очень хитрый ход прежде чем вышел альбом распространили кассету уже с названием Ария когда он дернулся, уже как бы кассета вернулась и уже услышали ее и на Дальнем Востоке, и в Москве поэтому уже было поздно называться Вулканом когда уже кассета вышла под названием Ария он посопределялся какое-то время, повредничал ну а потом сказал, что ну чё, Ария, значит, Ария в группу приходит Валерий Кипелов как я попал в Арию, то есть началось название Тарет не было, и группы как таковой не было была группа «Поющие сердца», которую руководил Виктор Яковлевич Викштейн там были музыканты, которые компонировали Жмаков и пытались сделать свой сольный проект пел там Коля Носков, Олег Грановский играл короче, была своя группа а я в то время работал в «Лейсе песни» к хэви-металу я вообще к хард никакого отношения не имел и когда мы в очередной раз не издали программу мне позвонил Викштейн, я уж не знаю, как он обо мне узнал скорее всего от техников, которые в своё время из «Лейсе песни» перешли вот по «Поющие сердца» а он искал вокалиста, потому что какие-то у него конфликт возник с Носковым и с той группой, которая тогда уже была поэтому я приехал прослушиваться он меня пригласил, я приехал, даже не один, помню, с «Расторгую» потому что мы оставили без работы фактически я приехал, прослушался, спел, помню, какие-то песни и «Слейта» пел, и какие-то там из «Советской эстрады» что-то такое какое-то, не помню, даже сейчас какие-то песни были прослушался, попел, пообщался с ребятами которые там уже в группе были не знаю, я был короткострижный понятно, что впечатления никакого не произвел да ещё и из вокального инструмента, она сам «Лейсе песни» поговорили, какая музыка нравится, там, Лед Зеппелен то есть поняли, что мы, в общем, где-то находимся, может быть, на одной волне ну и будущее покажет вот это был мой, как бы, приход в группу которая ещё не имела названия группа музыкантов, которые пришли из разных команд кто-то остался от прежнего состава в том числе и Володя тоже пришёл почти одновременно со мной ты пел одну вещь из группы «Назарет» и было это в туалете а-а-а, ну, скорее всего, даже не «Назарет», а «Лейт Зеппелен» не-нет, «Назарет» а в туалете очень хорошая акустика акустика хорошая ну, пошли, я пошёл туда покурить Владимир Петрович, ты курил мужчины, они в туалетах всегда поют потому что женщины в ванной души в ванной иногда бывают но в основном в туалете ну, так случилось и вот он спел нам там что-то такое мы с Аликом прочувствовали, что поёт он здорово, голос у него замечательный и обрадовались, что у нас теперь есть вокалист Первые гастроли Первый концерт был в Москве у нас в 86-м году это прошло месяца три после выхода альбома и нас пригласил газета «Московский комсомолец» Дмитрий Шавырин тогда руководил там звуковой дорожкой это было практически единственное издание у нас в России где был так называемый музыкальный хит-парад где мы всё время занимали довольно престижные места и вот нас пригласили на этот концерт в СДК МАИ это происходило перед нами играло первое отделение было играли несколько групп музыкантов и вот потом мы играли где-то чуть меньше часа у нас программа была небольшая тогда первый альбом и всё очень интересно на концерт пришло много людей неформальной такой ориентации металлистов человек 40, наверное их всех забрали в милицию но они пришли какими? красавцами там такие были аксессуары что мама дорогая там чуть ли не пулемётные летные использовались вместо цепей ну вот это был первый концерт а дальше начались гастроли первые наши концерты мы столкнулись с такой проблемой альбом есть группа называется Ария но штатное расписание называется поющие сердца то есть название не зарегистрировано в москонцерте а мы работали от москонцерта а тогда поменять название это была большая проблема Викштейн нажал на все педали используя все свои связи пришёл в министерство культуры и как ему казалось доходчиво объяснил что он хочет поменять название в коллективе который существовал до этого 15 лет его спрашивают чиновники а с какой стати надо менять название он говорит изменился состав музыкантов ушли все кто был раньше пришли все новые изменился имидж группы внешний вид изменился репертуар тексты песен музыка изменилось шоу на сцене поменялся звук и даже аппаратура новая на что ему сказали у нас театр на Таганке недавно на 50% уволился вместе с режиссёром и ничего страшного а у вас 5 волосатых музыкантов поменялись и Викштейн пришёл в шоке он говорит я не знаю что делать мне было так сказано что театр на Таганке и мы вот первые несколько месяцев ездили с афишами было написано огромными буквами Ария программа для молодёжи и маленькими снизу поющие сердца формально мы вот как бы группа поющих сердца но любой человек видел на заборе Ария и приходил на Арию реакция публики была очень интересная реакция там пришла совершенно разнородная такая толпа взрослые люди такие умные такие ботаники вот да такие в очках такие немного было металлистов они там целый ряд занимали периодически что-то выкрикивали и вскакивали рядом со мной сидел поэт Аркадий Семёнов он работал с группой Вежливый отказ такая группа была было очень интересно наблюдать за его лицом вот что-то происходило ну потому что он такой эстет на сцене хэви метал немножко там менялась про лица а рядом сидел врач-психиатр как выяснилось потом он говорит ну это же безумие сумасшедший это же безумие это же ясно диагноз понятен всё никаких обследований исследований делать не надо мы уже все поняли это же не музыка это же черти что вот так вот это всё было но никто не ушёл кто-то потом говорил что это провокация что это попытка пропаганды фашизма были такие вещи потому что ну выходят какие-то волосатые люди там с напульсниками тяжёлые рифы конечно какая-то агрессивность в этом есть но раз агрессивный значит фашизм но никто не ушёл люди справились со своими переживаниями и